Вот бизнесмен разгружает мусор в контейнер, который установлен для жителей частного сектора. Вальяжно заполняет почти до краев. Его не смущает, что водитель мусоровоза фиксирует нарушение закона на камеру. Выбрасывать мусор магазины и предприятия должны в свои контейнеры, после того, как заключат договор. Тех, кто этого не делает, периодически ждут на рейдах. Вот потенциальный нарушитель, как раз на таких вместительных авто они обычно подъезжают, чем себя и выдают. Но, конечно, поговорить представитель бизнеса отказался. Оставленный мусор говорит сам за себя. Коробки из-под куриных тушек, значит, это, вероятно, мясной магазин. А вот представитель аптечного бизнеса. Здесь уже безошибочно. На коробках все явки, юрлицо, адрес, фамилии. И, конечно, кладезь информации, чеки. Данной контейнерной площадки данного контрагента нет. Был произведен выгрузка отходов, которые, скорее всего, не соответствуют. Это, возможно, юридическое лицо, которое не заключило договорные отношения с оригинальным оператором, что является нарушением законодательства Российской Федерации в области с обращением с отходом. Данные отправят в Министерство природных ресурсов и экологии, чтобы там уже составили административный протокол и предприниматель заплатил штраф. А пока за юридических лиц будут платить жители частного сектора Барнаула. Ведь эта контейнерная площадка рассчитана на физических лиц. Рассчитан на них и тариф, исходя из норм накопления отходов. Получается, везут мусор бизнесмены, а выглядит все так, будто выбрасывать больше стали жители частных домов. Значит, им могут повысить тариф. Кроме того, ухищрение коммерсантов – это лишние расходы и для города. В администрации города приходится осуществлять дополнительный вывоз твердых коммунальных отходов и зачистку по контейнерных площадках, потому что на сегодняшний день определенные нормы для населения. А происходит переполнение за счет того, что юридические лица у нас пользуются данными контейнерными площадками. Деньги уходят на ликвидацию вот таких свалок, которые иногда образуются благодаря находчивости предпринимателей. Ведь неучтенный мусор сюда везут и везут. Как только перестанут, платить меньше будут и администрация города, и его жители. Андрей Дреер, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова